Зона 51.com Приветствуем вас, дорогие зрители, в долгожданном, 161-м выпуске игрового дайджеста Game News Weekend от X Games Game TV. А это значит, что мы собрали для вас самые важные игровые новости за прошедшую неделю. Февраль не прекращает радовать своей новостной насыщенностью, и эта неделя была очень богата на всякого рода новости. Вот, к примеру, появились громкие слухи о выходе Gears 4 на PC, или вот то, что в The Division будет трекинг глаз. А вот полностью пройти Doom можно будет за... Уже не терпится узнать. Тогда устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем с короткого анонса новостей. Bethesda рассказала о первых трех дополнениях для Fallout 4. Forza Horizon 3 и Gears of War 4 могут выйти на Windows. В The Division будет поддержка технологии трекинга глаз. На прохождение Doom уйдет более 12 часов. А также, кому нужна урезанная версия Call of Duty Black Ops 3. Bethesda рассказала о первых трех дополнениях для Fallout 4. Они получили названия Автоматрон, Wasteland Workshop и Far Harbor и выйдут весной. Первая DLC под названием Автоматрон появится в марте по цене в 10 долларов. В этом дополнении в мир игры вторгается армия роботов под командованием некоего механиста. Протагонист может в том числе собрать своего робота-компаньона из запчастей поверженных противников. Авторы обещают сотни частей для робота-компаньона, вплоть до оружия, стреляющего молниями. Также робота-напарника разрешено раскрасить по своему усмотрению и подобрать ему голос. В апреле за 5 долларов можно будет купить Wasteland Workshop. В нем герой сможет строить клетки, в которые потом он посадит различных монстров и бандитов, отловленных в пригороде Бостона. Пойманных врагов можно стравливать друг с другом и организовывать своего рода гладиаторские бои. А также в Wasteland Workshop появятся новые элементы для постройки поселений. Наконец в мае поступит в продажу крупное сюжетное дополнение Far Harbor по цене 25 долларов. В нем герой выполняет задание частного детективного агентства Ника Валентайна и отправляется на таинственный остров Far Harbor с целью найти пропавшую женщину в колонии синтов. Протагонисту предстоит принять участие в конфликте с участием синтов, организации The Children of Atom и местного населения. Создатель уверяет, что это самая большая новая локация в рамках дополнений из когда-либо созданных компаний Bethesda. Нам обещают новые задания, визиты в новые поселения, новые виды врагов, оружие и брони, а также непростые моральные дилеммы. Эти три DLC Bethesda назвала первой серией дополнений. Это означает, что это не единственный DLC для Fallout 4. А кроме того, компания планирует дальше выпускать обновления и добавлять новые возможности в игру. Bethesda собирается провести закрытое бета-тестирование всех трех дополнений. Все они появятся одновременно на PC, PlayStation 4 и Xbox One. А теперь не самые приятные новости. Стоимость комплекта дополнений Season Pass с 1 марта увеличится с 30 до 50 долларов. До 1 марта Season Pass можно приобрести по старой цене. Bethesda объяснила такое решение новым расширенным планом по выпуску DLC. Также, согласно официальному заявлению, компания предлагает контента на сумму больше, чем 60 долларов. После того, как Microsoft сообщила, что изначально заявленный только для Xbox One проект Quantum Break лишится статуса эксклюзива и теперь готовится к выходу на PC, мало кто удивится, если этой же дорогой проследуют и другие эксклюзивы. По слухам, Microsoft собирается и дальше улучшать привлекательность Windows 10 в глазах поклонников видеоигр. Источник утверждает, что в Windows Store должны появиться гоночный симулятор Forza Motorsport 6, а также новый шутер Gears of War 4 и приключенческий экшен Scalebound. Кроме того, пока не анонсированная гоночная игра Forza Horizon 3 выйдет одновременно на Xbox One и Windows 10. Напомним, ранее Microsoft подтвердила появление на PC таких игр, как Gears of War Ultimate Edition, Record, Hello Wars 2 и Killer Instinct. Компания Ubisoft сообщила о том, что в Tom Clancy's The Division, как и в Assassin's Creed Rock, будет доступна технология трекинга глаз. Благодаря этому направление вашего взгляда можно будет использовать непосредственно в игровых ситуациях. Пользователи PC, у которых есть трекеры SteelSeries Century Eye Tracker, смогут воспользоваться преимуществом технологий в The Division. Например, можно будет видеть сквозь мини-карту, если не смотреть прямо на нее или фокусировать взгляд на врагах для выделения цели. Релиз The Division состоится 8 марта на PC, PlayStation 4 и Xbox One. WIT Software считает, что сюжетная кампания новой Doom сумеет увлечь игроков относительно надолго. Во всяком случае, ее прохождение займет больше времени, чем в большинстве современных шутеров. В Твиттер один из поклонников Doom задал вопрос о продолжительности кампании, на что получил ответ от официального аккаунта игры, что в среднем у разработчиков офисе прохождение Doom занимает около 13 часов. Разработчики часто любят преувеличивать статистику, да и длительность прохождения будет во многом зависеть от стиля игры и уровня сложности. Но Doom вряд ли попадет в число шутеров на один вечер. Релиз игры, напомним, состоится 14 мая. Компания Activision решила провести эксперимент и выпустила на PC урезанную версию Call of Duty Black Ops 3 по бюджетной цене. Именуется новое издание Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Starter Pack. Он предлагает соревновательный мультиплеер Black Ops 3, а также режимы Free Run, Theater и доступ к возможности раскрашивать вооружение и делать покупки за реальные деньги на черном рынке. В Starter Pack отсутствует основная сюжетная кампания, зомби-режим, мини-игра Dead Ops Arcade 2 и кампания Nightmares Mod. В издании нет возможности создавать матчи со своими правилами и нет престиж-классов. Покупатели Starter Pack не получат доступ к инструментам для создания модификаций, и у них не будет доступа к браузеру неранговых серверов. Зато покупатели Starter Pack смогут приобретать DLC с новыми картами для мультиплеера. Также можно улучшить Starter Pack за дополнительную плату до полноценного издания. Black Ops 3 Multiplayer Starter Pack уже доступен в сервисе Steam. В США его стоимость равна 15 долларов. В нашем регионе это издание стоит около 10 долларов. Предложение действительно до 29 февраля. Activision не уточнила, планируется ли выпуск Starter Pack на консолях. Коротко о главном. Компания Amazon анонсировала трехмерный движок Lumberyard, который может использоваться для разработки игр на PC, консолях и мобильных устройствах, а также для виртуальной реальности. Технология основана на CryEngine от Crytek. Lumberyard является полностью бесплатным движком и не содержит опций по платной подписке или необходимости делиться прибылью от разработанных на нем игр. Lumberyard получил встроенную интеграцию с Twitch, чтобы разработчики могли делиться обновлениями в популярных категориях стримингового сервиса. Кроме того, анонсирована технология Amazon Game Lift, которая позволит разработчикам создавать сессионные мультиплеерные игры, построенные с помощью движка Lumberyard. Гильдия сценаристов объявила лауреатов награды WGA 2016. Приз за выдающееся достижение в играх заслужила Rise of the Tomb Raider, ведущий нарративный дизайнер Джон Стаффорд, нарративный дизайнер Кэмерон Сьюи, ведущий сценарист Риана Пратчетт, помощник сценариста Филипп Геллотт. Творчество Рианы Пратчетт игроки часто критикуют, однако коллеги-сценаристы высоко ее ценят. В числе других номинантов на эту премию были Pillars of Eternity и The Witcher 3 Wild Hunt. В течение ограниченного промежутка времени игроки, которые оформят предварительный заказ на ролевую игру Dark Souls 3 в Xbox One Store, получат в подарок оригинальную игру Dark Souls. Код для загрузки будет выслан в течение 70 дней после оформления предварительного заказа. Оригинал не выходил на Xbox One, а это значит, что игра добавлена в список обратно совместимых проектов. Также был анонсирован сезонный пропуск для Dark Souls 3, который обеспечит вам доступ к двум грядущим дополнениям по сниженной цене. Dark Souls 3 Season Pass будет включать новые карты, оружие, броню, врагов и боссов. Dark Souls 3 выйдет 12 апреля. Во время выступления на DICE Summit руководитель разработки Fallout 4 Тодд Говард заявил, что Bethesda в данный момент занимается тремя долгосрочными проектами. Он не уточнил, что это за игры, но подчеркнул, что все они будут отличаться от предыдущих работ Bethesda. Однако фирменный почерк студии в них чувствуется, они столь же большие и сумасшедшие, как Fallout и The Elder Scrolls. По его словам, сейчас в команде разработки Fallout 4 больше 100 человек, и после того, как компания доделает дополнение для этой масштабной ролевой игры, Bethesda сможет рассказать о своих новых проектах более подробно. Fallout 4 анонсировали на E3 2015, менее чем за полгода до релиза. Говард убежден, что это сыграло ей на руку. На DICE Awards 2016 Fallout 4 получил награду «Игра года». Konami рассказала о Clocked in Silence, дополнение к Metal Gear Online, которое выйдет в марте. Оно добавит три карты, по одной на каждую из больших локаций. База – Афганистан, Африка. И сделает хорошо знакомую по одиночной компании MGS-5 снайпершу Тихоню играбельным персонажем. Девушка способна быстро бегать, запрыгивать наверх лестниц и становиться невидимой, но не может говорить. Clocked in Silence будет стоить 3 доллара 99 центов. Вдобавок, все пользователи Metal Gear Online бесплатно получат новый режим под названием «Саботаж». Одна команда должна до конца раунда уничтожить или стащить при помощи фултона ракету. Чтобы добраться до нее, нужно взломать терминал, поддерживающий вокруг ракеты защитный барьер. Однако вторая команда может не только одолеть нападающих, но и восстановить барьер. Первое дополнение к взрывному боевику Jascos 3 появится в продаже в марте этого года. Оно заглавлено Sky Fortress. Главный герой игры, Рико Родригес, получит в свое распоряжение новый винг-сьют с ракетным двигателем и властером, а игроки – около трех часов игрового процесса. Главные события дополнения развернутся на воздушной крепости, которая зависнет над островом Медичи. Добраться до летающей базы можно будет с помощью того самого винг-сьюта, который станет своеобразным аналогом реактивного ранца. Sky Fortress будет продаваться за 9,5 долларов, а также войдет в состав комплекта Expansion Pass. Это своего рода сезонный пропуск, открывающий доступ к двум другим дополнениям – земному Landmaker Salt и водному Bavarium Sea Haste. Подробности о третьем дополнении Bavarium Sea Haste будут опубликованы позже. Команда разработчиков зомби-сурвайвла DayZ опубликовала первое геймплейное видео, демонстрирующее новый графический движок игры, работающий на DirectX 11. Сейчас игра использует DirectX 9. В видео можно также сравнить качество графики нового и старого графических движков игры. Пока неизвестно, когда игроки смогут получить доступ к этому обновлению, возможно, спешить и не стоит. По словам Брайана Хиггса, главного дизайнера DayZ, при выкатке обновления на экспериментальные сервера игры стоит ждать большого количества ошибок. Крупное дополнение The Following для зомби-киллера Dying Light поступило в продажу совсем недавно. Представители студии Techland уже думают о новых DLC для этой игры. Генеральный директор Techland Павел Марчевко заявил следующее. Мы польщены положительной реакцией на дополненную версию игры. Приятно видеть положительные мнения о нем от игроков и высокие оценки прессы. Также это является знаком того, что высокий спрос на Dying Light сохранился. Поэтому мы решили продолжить поддерживать Dying Light как минимум до конца этого года. Мы уже работаем над пока не анонсированным контентом, так что следите за новостями. Похоже, что под пока не анонсированным контентом скрывается очередное дополнение или набор дополнений для Dying Light. Состоялся релиз Xbox One версии игры Rocket League. Студия-разработчик Psyonix сообщила, что общее число игроков, приобщившихся к проекту на PC и PlayStation 4, превысило отметку в 11 миллионов человек. В январе этот показатель равнялся 10 миллионам. Похоже, футбол без правил на машинах не торопится выходить из моды. Покупатели Rocket League на Xbox One получат выпущенное ранее дополнение Fury, Revenge of the Battle Cars и House Run. В издании для Xbox One есть две эксклюзивные машины – Warzok из Halo и Armadillo из Gears of War. И еще на Xbox One доступны эксклюзивные элементы оформления автомобилей в стилистике Gears of War, Halo и Sunset Overdrive. Operation Wildfire – это новый ивент от Valve для Counter-Strike Global Offensive, который по традиции добавляет карты от сообщества, скрины для оружия, а также доступен по отдельному платному пропуску. Пропуск обойдется в 6 долларов и откроет доступ к ивенту вплоть до 17 июня. За это вы сможете получить тематические кейсы Wildfire и поставки оружия. Будут также доступны новые компании, состоящие из 50 миссий. Кроме того, возвращается классическая карта The New, которая не только стала более детализированной, но и перетерпела небольшие изменения в левел-дизайне. Карта будет доступна в соревновательном режиме. А 161-й выпуск игрового дайджеста Game News Weekend от X-Games Game TV подходит к завершению. Ждем вас в обсуждении новостей из выпуска в комментариях. Но, естественно, мы не можем вас оставить без одной интересной новости. Ubisoft к релизу Far Cry Primal изготовила из камня очень брутальную PlayStation 4, DualShock 4 и широкоформатный телевизор, чтобы полностью насладиться игрой про каменный век и почувствовать себя настоящим первобытным человеком. Понаблюдать за процессом изготовления этих предметов быта можно в ролике. И на этой брутально каменной ноте у нас все. Вопрос на засыпку. Как вы считаете, все ли хорошо с оптимизацией современных игр? Ответы пишите в комментариях. Все важные новости и полезные информации находятся на нашем сайте по адресу xgamesdefistv.com Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы смотреть свежие видео и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Обязательно поддерживайте нас большим пальцем вверх. До встречи на X-Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами. При поддержке магазина для геймеров и энтузиастов Zona51.com Субтитры создавал DimaTorzok